Я Мирова Екатерина, и я представляю Кемеровскую область. Наш подкаст называется «Национальная поэзия народов Кемеровской области Кузбасса», где мы рассказываем о телютах и о шортах. У нас в команде три человека. Это Карелина Ольга Михайловна, учитель гимназии номер один русской литературы, моя одноклассница Слеско Арина. Идея поучаствовать в конкурсе была довольно спонтанной. Инициатива была моя. Ну, а выбор, про кого снимать, был невелик. Это самые известные народы у нас. Было очень интересно про них снимать, узнали что-то новое для себя. Возможно, наш подкаст помог другим людям узнать больше о народах нашей области. Я думаю, подкаст нужно продолжить людям младшего поколения, потому что на маленьких детях у нас как бы вся история делается, и они должны знать истоки. В любом случае, начало мы дали. Впечатление, я скажу, незабываемое. То, что я ощутила, никогда не ощущала нигде. Это должен испытать каждый ребенок. Меня зовут Номова Дарья. Я представляю команду из Пермского края, а если бы точнее, из поселка Суксун. В моей команде также мой друг Барышев Глеб и наш руководитель Елена Александровна Петровских. Тема нашего подкаста — это комим-пермятская литература, путешествие на родину, так как я сама комим-пермячка. Я хочу сказать большое спасибо за такую возможность поучаствовать, проявить себя. Это было очень интересно. Каждый день что-то новое осваивать, изучать. Будем участвовать еще. Спасибо большое. Самым сложным в создании подкастов был это поиск информации, потому что сейчас далеко не все есть в интернете, и поэтому приходится искать первоисточники. Собственно, поэтому мы и решили сделать маленькое литературное путешествие и посетить город Кудымкар, столицу комим-пермяков. Мы прилетели, Санкт-Петербург вчера, а я уже успела влюбиться в этот город. Мне здесь очень понравилось. Это, наверное, даже исполнилась одна из моих мечт. Я давно хотела сюда попасть, и я рада, что мне предоставилась такая возможность. Санкт-Петербург – это очень загадочный, таинственный город, очень исторический центр, это культурный центр нашей страны, и поэтому мне здесь очень понравилось, и я рада, что я здесь, и я очень благодарна центру «Альфа-диалог», что они проводят такие мероприятия, которые приобщают детей к поэзии, к культуре нашей страны. Много красивых и интересных исторических мест мы уже посетили. Все наши три подкаста были посвящены теме любви. Мы с моим другом, который тоже принимал участие в подкасте, в создании их, мы хотели донести то философское предположение о том, что жизнь без любви не имеет смысла. Это было одной из наших главных мыслей, которые мы хотели донести через свои подкасты. Субтитры создавал DimaTorzok